Сегодня глава столицы республики Евгений Кадышев провел прием граждан по личным вопросам. И хотя каждый из них пришел со своей частной проблемой, отдельные тенденции все же прослеживаются. Подробнее Рифат Фадкулин. Обманутые дольщики работы общественного транспорта, федеральных торговых сетей, вопросы урегулирования границ земельных участков. Оказалось, эти темы самые злободневные. На приеме у мэра Чебоксар Ольга Степанова. На радость мамы в новом городе недавно открылся второй корпус садика номер 205. Но места в нем ей не досталось, и теперь она вынуждена возить ребенка в Чебоксары в садик номер 201. На дорогу уходит очень много времени. Других вариантов не предлагалось, и мы были вынуждены туда согласиться. В Новоюжный район ездит только единственный маршрут, это 33 маршрутка. Наш перевод не рассматривает вообще. Тут может быть два варианта решения вопроса. Перевезти ребенка все же в садик по месту жительства или улучшить транспортные сообщения. Будем искать выход, найдем выход. Будем помогать тебе. Буду сам смотреть, звонить буду, и звать их всех, призывать на помощь. Частые изменения в земельном законодательстве создает немало проблем с собственником участков. Нередко речь идет о присоединении дополнительной земли к уже имеющемуся участку. Пять лет назад я написал заявление в администрацию с просьбой разрешить мне огородничество на этом участке. Мне написали, что разрешаем вам огородничество, занимайтесь. Здесь это не противоречит никаким нормам по земле и по этому. Еще сказали, что пока занимаетесь огородничеством, пять лет пройдет, именно тогда вы уже пишите в собственность это. Сейчас написал снова заявление в администрацию с просьбой присоединить этот участок, две сотки, к своему участку, но мне отказали. Якобы на этом участке можно сформировать отдельный участок и отдать его кому-то или на аукцион выставить. Ну, такой ответ, я считаю, не мотивированный. Непростой вопрос. Решить его в рамках приема, конечно же, невозможно. Нужно внимательно разобраться в теме. Помочь в этом смогут консультанты. Были обсуждены и другие проблемы, волнующие горожан. На приеме у главы столицы побывали девять человек.